1С Паблишинг Небесный эфир Книга 2 Ритуалист Том 1 Часть 1 Ведьма Глава 1 Ночь или день, тьма или свет, сон или боль, ночь дольше, тьма чаще, сон почти беспрестанно. И не сон даже, а плотное и вязкое забытье, в котором тонули чувства и разум, тонуло все, даже боль. Проявлялась она лишь когда начинал рассеиваться мрак, и понемногу из небытия выплывали смутные силуэты окружающих предметов. Огненные пальцы тут же принимали стерзать внутренности, а малейшая попытка пошевелиться вызывала судороги и корчи. Тогда меня прижимали к тюфяку и вливали в рот теплое сладкое питье. Молоко, мед, лесные травы, маковый настой. И я проваливался во мрак, в благословенное ничто, а откуда-то из неведомого далека вслед за мной летела заунывная колыбельная. В немудреной песенке не удавалось разобрать ни слова, но это не имело ровным счетом никакого значения. Я засыпал. Засыпал и пробуждался раз за разом, день за днем, ночь за ночью, пока однажды не проснулся и не обнаружил, что боли больше нет. Ну, почти нет. Чья-то рука приподняла голову и к губам поднесли блюдечко, но я захрипел, не желая пить дурманное зелье. «Воды!» — слово вырвалось сиплым хрипом, обожгло пересохшее горло, заставило закашляться, но меня услышали и поняли. И даже сочли нужным исполнить просьбу. «Вода! Чистая вода! Ангелы небесные! Да чего хорошо!» Я жадно глотал, присосавшись к деревянному черпаку, потом без сил откинулся на подушку и шумно выдохнул. Голова закружилась, тени взвелись и пошли кругом. Какое-то время удавалось балансировать на самой грани беспамятства, а затем свет окончательно померк. «Не сейчас!» — хлесткая пощечина вырвала из мягких объятий забытья, губам вновь поднесли блюдце. И снова я не пожелал пить теплое молоко, приправленное медом, маковым зельем и настоем лесных трав. «Не надо!» «Тогда не спи!» — потребовали от меня. «Не засыпай, слышишь?» «Слышу!» — просипел я, пытаясь продраться через паутину беспамятства. «Меня ткнули ножом. Да!» Паренок угодил в поясницу, и я, истекая кровью, полз неведомо куда. Потерял сознание и должен был умереть, но не умер. «Не умер ведь?» Я вздохнул поглубже и хрипло кашлянул. Боль наждаком продрала нутро. «Нет, не умер. Ни на небесные палаты, ни на пыточные запределья мое нынешнее пристанище нисколько не походило». Неужели кто-то из добрых горожан наткнулся на истекающего кровью чужака, приволок к себе и взялся выхаживать? Чего только не случается в этой жизни. Сил оторвать голову от подушки не было, да и темень комнату заполонила слишком уж непроглядная. Не видно было ни сги. Взгляд различал лишь смазанные силуэты. Тени, тени, тени. Одна из них разговаривала со мной и дала напиться. Молодая женщина или даже девушка. Голоса зачастую обманчивы, но женщина или девушка точно. Здесь ошибки быть не могло. Я попытался подняться, но меня тут же скрутил приступ сухого кашля. А когда кое-как удалось подавить его и отдышаться, силы окончательно иссякли. На этот раз отказываться от молока я не стал. Ночь или день? Беспамятство или свет? Тьма или боль? Впрочем, нет, все было не совсем так. Вместо дня утро, вместо света густой полумрак. А боль затаилась и утихла, лишь изредка царапая своими острыми коготками спину. Я чувствовал себя гораздо лучше прежнего. Куда лучше, нежели того стоило ожидать. И вновь колыхнулась одна из теней. Мне приподняли голову и поднесли к рту кружку. Пей! Я послушался, и глоток заполнил рот горечью травяного настоя. Напиток провалился вниз теплой волной, позволил немного расслабиться и отогнать уже подступивший к горлу кашель. Напоив, целительница позволила мне опуститься обратно на подушку и отошла, враз растворившись в тенях. В темноте она ориентировалась словно сова. Я же почти ничего не видел, только различал слегка светившийся край неплотно задернутой шторы. Попробовал вдохнуть поглубже и попытался распознать наполнявшие помещения запахи. Травы, травы, травы. Плотный и даже душный аромат множества трав властвовал здесь безраздельно. Да еще запах болезни и вонь нечистот. Но это уже от меня. Второй вдох разжег в груди огонь. Меж лопаток заворочилась болезненная ломота. Меня скрутил приступ хриплого кашля. Показалось, будто еще немного и выхаркаю собственные легкие. Но рядом тут же возник женский силуэт. На этот раз я беспрекословно осушил блюдечко молока и в изнеможении распластался на тюфяке. Спать. Ничего иного мне сейчас попросту не оставалось. День, свет, слабость. На этот раз в комнате оказалось непривычно светло. Солнечные лучи проникали через забранные слюдяными пластинами оконца. Я с трудом оторвал голову от подушки и огляделся. Первое, что бросилось в глаза, это висевшие на стенах пучки сушеных трав. Меж них хватало матерчатых мешочков. И весь этот, выражаясь ученым языком гербарий, наполнял помещение сонмом невообразимых ароматов и запахов. А еще окованные железом сундуки, монументальная печь с палатями, стол с кухонной утварью и полки, сплошь заставленные стеклянными бутылями и банками, глиняными кувшинчиками и горшочками, деревянными бочоночками. Больше всего хижина походила на обиталище знахарки. Да и куда бы еще приволокли раненого, если не к целительнице? Я попытался перевернуться на бок и сползти с тюфяка, но в груди немедленно разгорелось жгучее пламя и легкие, начал рвать невыносимый кашель. Пришлось повалиться обратно и замереть в ожидании, когда, наконец, минует приступ. Скрипнула дверь, с улицы ворвались клубы морозного воздуха, закружились над полом, быстро развеялись. Хозяйка скинула длинную шубу, посмотрела на меня, осуждающе покачала головой и принялась разуваться.